Спасибо, что получили финансовую помощь. Это не так. Ты слишком мал, чтобы тебя можно было выручить. Они слишком большие, чтобы обанкротиться. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы ты ни был, когда бы ты ни был. Спасибо, что смотришь мои видео. Меня зовут Джереми Довинчи. Я нахожусь в безвыходном положении 5 на 5, и меня бесит каждый раз, когда я вижу, как банки получают финансовую помощь и тому подобное. Это означает, что если у банкира заканчиваются деньги, потому что он потратил их на частные самолеты и женщин и еще всякие безумные вещи. Ну что же, они получают финансовую помощь, а ты получаешь еще больше денег, чтобы продолжать заниматься этой ерундой. А если ты, ну знаешь, не можешь позволить себе платить за своих детей, ходить в школу и все такое прочее, чтобы выжить, что же ты ничего не получишь? Вот в каком мире мы живем. То-то и то-то, и ты бы подумал, если бы считал, что это несправедливо, не так ли? Подожди, пока не получишь счет за это, потому что этот счет приходит, когда цены растут, верно? И если ты думаешь, что не можешь позволить себе что-то сейчас, подожди до следующего раза. Так что я собираюсь поговорить с вами, ребята, о том, как вы можете избежать всего этого в сегодняшнем выпуске в разделе новостей, а затем расскажу о некоторых вещах. Чтобы вы, ребята, могли знать, надеюсь, вы заработаете немного денег и оплатите счета, а затем сэкономите на голосовании, вложив часть заработанных денег в биткоин, верно? Вот ты заходишь в биткоин и, как ты знаешь, откладываешь его на «за», чтобы проголосовать против банкстеров, и тем меньше у них прав. Потому что помнишь, что они могли печатать деньги, не так ли? И прямо сейчас они не понимают, что у них есть доступ к этому активу и не считают его таким уж ценным. Но все больше людей это осознают, и вы не хотите, чтобы они тоже это поняли, чтобы они завладели этим активом и все равно сделали вас своими рабами. Пожалуйста, сделайте это раньше, чем они. Ладно, вот и все. Если вы хотите торговать, вы можете торговать этим активом и присоединиться к мировой серии трейдинга. Я получил футболку от Bibit. Спасибо вам, ребята. Или вы можете просто внести немного денег, небольшую сумму, и тогда получите 30 долларов. Всегда ищите новые идентификаторы. Я имею в виду, если вы не можете позволить себе паспорт, то зайдите на Arns. DaVincij15.com Я не получу за это денег, но я буду знать, что привел туда людей, и я это очень ценю. Да, так что зайдите туда и получите свой идентификатор Pellow прямо сейчас. Через три дня я буду на церемонии награждения Crypto Awards в Украине, это будет в Киеве, но я буду участвовать дистанционно. А еще с 22 по 23 октября пройдет Blockchain Live. Довольно круто. Ладно, давайте перейдем к следующему поколению. Да, ого. Утром становится все больше объема. Да, сегодня я не вставал рано. Вообще-то не вставал. Иногда получается, иногда нет. В любом случае мы немного снизим цену, но не волнуйтесь. Я думаю, что скоро PayPay начнет расти, и то же самое с OrkMan, мы сильно снизили цену, но не волнуйтесь. Я верю, что у Ork'a снова будут лучшие времена. То же самое можно сказать и о вафлях. Ну ладно, ты же знаешь, что сейчас у нас трудные времена, но так оно и есть. Рынок не всегда дает тебе то, что ты хочешь. Ладно, давай перейдем к сегодняшним новостям. Эта ссылка должна быть в описании. Вот она, и давайте перейдем к этому. Банк Америки закрыт? Некоторые пользователи сообщают, что видят нулевые балансы. У меня есть Bank of America. Мне интересно, вижу ли я нулевой баланс. Давай посмотрим. Теперь я работаю в Bank of America. Я знаю. Я такой. Я только что понял, что это банк BSA. Давай посмотрим, есть ли у меня нулевой баланс. Было бы интересно, если бы у меня был нулевой баланс. Давай посмотрим, есть ли у меня нулевой баланс, верно? Просто ради забавы, просто так. Вот оно что. Я только что получил уведомление. Нет, никакого нулевого баланса нет. Слава Богу, все в порядке. Это меня напугало. Все в порядке, если вы являетесь клиентом Bank of America и видите нулевой баланс на своем счете в приложении банка или онлайн-банке в среду, значит вы не одиноки. Некоторые клиенты Bank of America сообщали о проблемах с доступом к своим онлайн-счетам и просмотром остатков средств в среду днем. Хорошо, хорошо. Да, есть тысячи сообщений о том, что некоторые веб-сайты были заблокированы примерно в 12 часов 30 минут по восточному поясному времени и продолжались до полудня, согласно данным DownDetecta. Ну вот почему у нас есть биткоин, потому что биткоин не падает, верно? Может быть, ну может быть в приложении, которое ты используешь, могут быть какие-то сбои, верно? Но сеть биткоин все еще функционирует. Так что в любом случае цифровые активы, токены Canton Network, золото еврооблигаций блестят. После успешного проекта казначейства США цифровые активы обратили внимание на возможность использования золота в качестве залога для облигаций. Что же, вы собираетесь использовать облигации в качестве залога в криптовалютной сети? Это интересно. То же самое с золотом, но я бы на вашем месте был осторожен. Но это не важно. Цифровые активы завершили еще один крупный пилотный проект, продемонстрировав возможности токенизации сети Canton. На этот раз они сотрудничали с клиринговым и расчетным центром Euroclear и юридической фирмой Clifford Chance, чтобы токенизировать золотые облигации еврооблигаций и гильды. Я думаю, это что-то вроде облигаций, о которых я не знаю. В проекте приняли участие 27 неназванных участников рынка, включая 11 наблюдателей в тестовой сети Canton, где токенизированные активы использовались в качестве залога для более чем 500 атомарных транзакций в реальном времени, разделенных на 6 категорий. Нишевый рынок. Я имею в виду, что это хорошо для крупных игроков. Это здорово. Они могут это сделать. Я удивлен, что КСРП не участвует в этом, потому что изначально он был создан для этого. Но это не важно. Так что да, вот как это работает. Я имею в виду, что он не был создан для токенизации, он был создан для мгновенной передачи активов, чтобы они могли мгновенно переводить их, продавать свои активы в КСРП и покупать их где-то еще на планете. Вот как это было задумано. Он не был создан как токен, который можно было бы передавать, но это не важно. Хорошо, глобальная ликвидность растет. Что это значит для инфляции биткойна и вашего криптокошелька? Ну, ликвидность означает, что знаете, финансовые рынки быстро расширяются. И это, вероятно, приведет к какому-то масштабному событию на рынках, как его называют? Черный лебедь. Так и должно быть. Что? Это же смешно, чувак. В любом случае, знаешь, ребята, это же очевидно, что так и будет. И этому есть множество доказательств. Это же очевидно, что так и будет. Федеральная резервная система печатает все больше денег. Если вы смотрели шоу про Луну, то видели еще больше доказательств. Это ваш единственный шанс проголосовать против них. Вы не можете сказать «нет, нет, нет, не делайте этого». Или ваше правительство не может сказать «нет, это несправедливо». Они не могут заправить свой самолет газом? Ну, нет. Они должны это сделать. Нет, 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 это не сработает. Они должны заправить свой самолет, чтобы летать, когда захотят. Правильно? Вы не можете заправить свою машину, это ваша проблема. Так что вам придется начать чем-то жертвовать, начать копить, даже если это немного, верно? Потому что другого выхода нет. Они будут продолжать получать бесплатные деньги, а вы нет. Вот так. Вот как это работает. Так что пользуйтесь этим, потому что эти деньги не бесплатные. Они больше не могут их печатать. Они не могут запретить вам ими пользоваться. Так что это ваш способ им отомстить. Итак, еще раз, Bbit. DaVincige15.com для мировой серии трейдинга, прямо на Bbit. Давайте посмотрим, что сейчас делает биткоин. Мы опустились ниже 38,2. Мы сейчас чуть выше этой отметки, верно? Но поскольку мы снова поднялись выше, похоже, что 61,8 – это наша следующая цель, но мы можем снова опуститься. Потому что похоже, что эта тенденция может немного измениться, если мы нарушим нисходящий тренд. Давайте посмотрим, есть ли какие-то признаки того, что тренд меняется. Ликвидность на верхнем уровне, но ее не так много. Здесь есть немного, но сделки с высоким кредитным плечом здесь на пятиминутном графике. Давайте перейдем на пятиминутный график и посмотрим, как они будут действовать. Ого, ну вот, там было много шума, поэтому они и упали. Да, я так и думал. Я говорил, что вчера вечером это выглядело как очевидная цель. И вот она. И здесь еще немного ниже, так что не удивлюсь, если мы попытаемся ее достичь. Но на верхних таймфреймах ликвидности гораздо больше, чем на нижних. Поэтому я бы сказал, что на более низких таймфреймах нужно быть осторожным. Посмотри сюда. Похоже, это будет хорошая цель для 64, 64, 65 цели. Я не думаю, что это будет целью, потому что она слишком высоко. Черт. Вот блин. Да, это уровень прорыва, так что это может быть целью, прежде чем мы развернемся прямо здесь, просто внезапно развернемся и пойдем за ними, а потом вернемся обратно. Так что ищи что-то подобное. Мы немного продвинемся в этом направлении, прежде чем сделаем что-то подобное. Так что, возможно, вам стоит подождать, пока это не закончится. Глядя на эфириум, можно сказать, что здесь нет никакой ликвидности. О, это много. Да, на более низком уровне, так что это, это цель, как мы и думали. Глядя на эфириум, можно увидеть, что мы упали с уровня 2400, и да, следующая цель, как мы и думали, находится здесь, где-то здесь, где проходит эта красная линия. Но хорошая новость в том, что мы надеялись, что падение будет не таким сильным, потому что, если мы протестируем этот более низкий уровень, здесь будет слишком много ликвидности. Вот здесь, где, к сожалению, она есть. Это не очень хороший знак, это просто отстой. Мы все разочарованы, нам очень грустно на Луне. Так что, давайте поднимем это, чтобы, если мы снова опустимся, это было не так уж плохо, совсем неплохо. Ладно, на этом все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Увидимся с вами в следующий раз. Пока.